Вячеслав Наговицы начал встречу с рассказа о выступлении Владимира Путина по поводу вхождения Крыма в состав России. Появление нового региона на карте страны повлечет колоссальные финансовые вливания из федерального бюджета. Журналисты поинтересовались, не затормозит ли это финансирование других программ. Если мы по всем своим объектам, которые находимся в целевых программах, своевременно и вовремя все сделано, у нас никто денег не заберет. Если мы по какой-то субъективным или объективным причинам не сможем этого сделать, да, такая опасность есть, что раз мы не готовы в этом году освоить деньги, их просто отдадут тому, кто готов их освоить. Это не обязательно в Крыму идут деньги. Это могут, вот пожалуйста, к нашим соседям, к иркутянам или забайкальцам, если они больше готовы, чем мы. Не обошли стороной журналисты и критическую ситуацию, которая складывается в промышленности республики. Несколько ведущих предприятий банкроты, некоторые в тяжелом финансовом состоянии. Так новый собственник Байкалфармы не идет на контакт с правительством и ждет банкротства для дальнейшего финансового оздоровления. Что касается Макбура, то здесь не все потеряно. Сейчас ведутся переговоры о поставке и переработке местного зерна. Обанкротившаяся Амта – вполне конкурентоспособное предприятие, где очень хромает менеджмент. По мнению главы, местным кондитерам необходимо научиться грамотно продавать свою продукцию. Когда идет покупатель, на полке видят конфеты Амты и конфеты, допустим, Красного Октября, которые в два раза дешевле стоят. Они не понимают, почему дешевле. Они просто считают, что наши не умеют делать и поэтому дороги. А вот Красный Октябрь делает хорошо и у них дешевый, поэтому берет. Не понимают, что там все из заменителя, а наши все из натурального делают материала. Это же надо рассказать покупателю. Кроме производителя этого сделать некому. На пресс-конференции зашла речь о ситуации с ДНТ и СНТ. По словам Вячеслава Наговицына, в Бурятии нет ни одного товарищества, оформленного в соответствии с законом. Эти сообщества, получив землю безвозмездно, должны самостоятельно создавать инфраструктуру, а не шантажировать муниципалитеты. Сегодня ДНТ и СНТ создались, деньги люди заплатили и начинают спрашивать, а где дорога, где линия электропередачи. Председатель молчит, ничего не говорит и говорит, а это все мэрия. Народ выходит, перекрывает дороги и говорит, мэрия, где там наши прочие. Мэрия говорит, подождите, стойте, мы вам отдали бесплатно, чтобы вы сорганизовали, все сделали. В чем дело-то? Нет, нам председатель сказал, что вы нам должны еще дороги построить. Ничего подобного. Вячеслав Наговицин также рассказал об итогах работы Оргкомитета по подготовке к юбилею Улан-Удэ, который прошел в Москве. Все запланированное идет по графику. На все проекты готовится документация и соответствующее финансирование. Сергей Соголов, Доржичий Допов, Новости дня.